Здравствуйте, дорогие зрители! Мы сегодня на Видолайфе, третий день фестиваля. У нас в гостях прекрасный собеседник, человек, который сочетает в себе на редкие качества. Это врач высшей категории традиционной современной медицины и в то же время консультант, специалист по древней науке оздоровления аюрведя. Здравствуйте, Валентина! Здравствуйте! А сочетается ли вообще аюрведа и современная медицина? Мне кажется, что это наиболее удачный и разумный способ подхода к человеческому здоровью. Никто не оспаривает тот факт, что современная медицина порою необходима и в критических случаях прибегает исключительно к ее услугам. Но в настоящее время, в связи с тем, что есть много аспектов интересных, и люди начинают изучать и восточную философию, начинают изучать и индийскую аюрведу, они приходят к немножко другому альтернативному пути лечению, тому пути, который в первую очередь никогда не навредит. Преимущество аюрведы перед традиционной медициной заключается в том, что один из основных пунктов и основных моментов в аюрведе – это то, что аюрведа никогда не навредит человеческому здоровью. Ну и, естественно, те результаты, которые показывает аюрведа по довольно широкому спектру заболеваний, даже очень тяжелых заболеваний, она играет свою решительную роль в плане выбора лечения и подхода именно к такому лечению. А какие основные отличия между современной медициной и аюрведой? Что есть такое в аюрведе, чего нет в арсенале современных врачей? Современная медицина ориентирована, скажем так, на тот стандарт, когда она более нам доступна и более приемлема. Аюрведа – это та медицина, которая, скажем, пропагандируется у нас и которая, ну, сказать более простым языком, присуща каждому человеку. Аюрведа – это та медицина, те знания, которые приходят к человеку путем изучения, в первую очередь, себя, своего внутреннего мира и действия тех препаратов, ингредиентов, которые входят в аюрведические препараты, на внутреннее состояние человека, в первую очередь, и, естественно, на все физиологические процессы, которые происходят в организме. Я знаю то, что вот в аюрведе есть индивидуальный подход. То есть там нет такого, как у наших врачей, что вот лечение по протоколу. Как человеку определить, какая у него доша, какая у него конституция? Для этого обязательно надо обратиться к специалисту или это можно как-то сделать самому? Аюрведа – довольно универсальная наука, и каждый человек выбирает свой подход к методу лечения и диагностике тех заболеваний, которые существуют. Да, самый правильный и разумный настоящий аюрведический подход заключается в определении ДОЖ, и уже с учетом того, какая у человека ДОЖа, врач-айюрвед подбирает индивидуальное лечение, компонацию тех препаратов, которые необходимы по его ДОЖе. Но четко строгих установленных правил, так же как и дозировок в аюрведе не существует, потому что все препараты подбираются с той или иной дозировкой, не имея четких таких ограничений. То есть плюс-минус там определенные дозы, они не влияют в общей сложности на течение процесса и общее состояние человека. Поэтому некоторые практикуют и довольно успешно путем изучения действия самих аюрведических препаратов, даже самостоятельный, скажем, такой подход, непрофессиональный. У некоторых есть такие сомнения по поводу, подходит ли это западному человеку, то есть там всевозможные восточные индийские травы, специи, корешки, вот все вот. Насколько это совместимо им человеку, который вот живет в северном климате? Ну, мне очень часто задают такой вопрос, как человек, который живет, допустим, в наших широтах, очень далек от Индии, далек от тех препаратов, от тех растений, которые произрастают в Индии, как он может воспринимать, как его организм может воспринимать воздействие этих препаратов на наш именно организм, который привык территориально к этим условиям. Я хочу сказать следующее, что неважно, где произрастает то или иное растение, если оно правильно скомпоновано и правильно подобрано для лечения того или иного заболевания, оно в любом случае дает свои очень хорошие результаты. Поэтому это не имеет особого значения. Национальной принадлежности. Абсолютно правильно. Мало того, я скажу больше. Я долгое время сотрудничала с доктором-натуралистом, который держит в Словении сеть своих клиник, гомеопатических клиник. Они сначала работали с традиционной китайской медициной, потом работали с тибетской медициной, сейчас они переключились на аюрведу. И самое интересное, что она мне рассказала, что 85% населения местного, они обращаются по всем вопросам здоровья, в первую очередь к нетрадиционной медицине. И только 15% из всего населения по жизненно необходимым показаниям обращаются уже к традиционной медицине. Я тогда была удивлена немножко и шокирована тем процентным соотношением, потому что у нас этот процент намного ниже. И, естественно, мне бы хотелось, чтобы и украинские, и киевляне больше знали об аюрведе и больше уделяли внимание именно этому аспекту. Какие болезни может вылечить аюрведа? Все ли ей под силу? Мне нравится лозунг аюрведы, который гласит о том, гласит, что нет неизлечимых болезней, есть недостаток знаний об этих болезнях. Поэтому если рассматривать этот вопрос чисто с философской точки зрения, то все наши болезни кроются в голове. Если человек работает над изучением своей болезни и ищет пути разумного подхода и разумного лечения этих болезней, то, естественно, он такой путь найдет. И аюрведа в этом плане является незаменимым помощником, поскольку, я повторюсь, опять же, она не несет вреда и ущерба для той или иной системы человеческого организма. Принцип аюрведы работает по накопительной системе. То есть чем больше мы препаратов этих принимаем, поскольку это гомеопатия, тем больше они аккумулируются в организме. И, естественно, через какой-то определенный промежуток времени он может быть меньшим, он может быть большим. Все зависит от индивидуальных особенностей организма. Эти препараты начинают работать. И я имею, скажем, большой опыт общения не только с киевлянами, но и с представителями других регионов в Украине. Могу сказать следующее, что аюрведа лечит даже тяжелые заболевания, такие, которые традиционная медицина или поставила, скажем, диагноз неизлечим, или держит в состоянии такой глубокой ремиссии, но без особых перспектив на излечение этой болезни. Какие есть еще средства в арсенале аюрведы, помимо таблеток, капсул? Аюрведа работает иногда даже лучше в комплексном подходе. То есть когда человек, помимо того, что он принимает аюрведические препараты, он меняет в корне стиль и образ своего мышления. Здесь очень важно и правильное питание, и здоровый образ жизни, философия, ну, скажем, правильного отношения к людям и правильного восприятия всего происходящего. То есть меняется ментальность человеческая, углубляется и расширяется кругозор знания по аюрведе. Поэтому все в комплексе, оно работает именно на достижение того результата, ну, который и преследует, и добивается аюрведа. Что такое в понимании аюрведы здоровое питание, здоровый образ жизни? Из каких факторов это состоит? Ну, если рассматривать чисто вот с индийской точки зрения, то это предпочтительно викторианский образ жизни, это исключение мясных продуктов, это ограничение алкоголя, то, что идет, скажем, в разрез учениям восточных философов, и то, что привносит в человеческий организм и в человеческий разум, ну, только позитив. Есть какие-то общие рекомендации для того, чтобы человек мог поддерживать здоровье? Аюрведа, которая подойдет для всех людей? Да, существуют, и эти общие рекомендации все мы, наверное, знаем, просто мы не всегда о них задумываемся. Это ранний подъем, это позитивное мышление, это хорошее настроение, это человеколюбие, это тот, скажем, плюс, который делает человека счастливым самого и делает счастливым окружающих его людей. Это тот позитив, я еще раз повторю, который распространяется на тех людей, которые близки тебе территориально, по духу, по работе и так далее, и тому подобное. Какова роль специй в терапии в аюрведе? Насколько вот они эффективны? Стоит ли вот человеку, который вот до этого пользовался только там солью и перцем, чуть-чуть именно вводить в свою жизнь, именно еще десятки-десятки новых незнакомых. Аюрведа без специй, она просто немыслима, потому что все специи, которые в аюрведе присутствуют, они направлены на нормализацию и гармонизацию тех или иных органов и систем. Это не только вкусовые качества, а это влияние и на процессы пищеварения, это влияние на состояние кожи, на состояние нервной системы. Поэтому, исключая те случаи, когда у человека там тяжелые проблемы, вернее, существующие проблемы с желудочным и кишечным трактом, в основном специи привносят и разнообразие вкусовое, и вместе с тем они обладают и позитивной энергетикой, и приносят пользу, в первую очередь, для здоровья и долголетия человеческого организма. А чем современная медицина может добавить аюрведу? Какими методами, диагностики, терапии? В плане диагностики, да, она может добавить многое чего, поскольку медицина развивается быстрыми темпами, и в этом плане, ну, я надеюсь, что за ней тоже большое будущее. Чем добавить? Ну, мне сложно сказать. Я могу сказать, что аюрведа может добавить к традиционной медицине, а вот в плане того, чем может традиционная медицина скорректировать аюрведу, в этом плане человек уже выбирает или тот путь себе, или другой. Как вы думаете, наступят такие времена, что человек, который приходит в районную поликлинику, ему будут предоставлять выбор лечения традиционными химическими препаратами или аюрведой? Мне бы очень хотелось, чтобы такая альтернатива существовала, поскольку сейчас в этом плане нет возможности и пропаганды аюрведы в медицинских учреждениях. Есть категория врачей, которые довольно успешно работают и как лечащие врачи, и вместе с тем они знают, что такое аюрведа. Я сталкивалась с такими случаями даже в своей работе, когда человек, болея тяжелой стадией рака и получая консультации у традиционных медиков, вместе с тем пошел по пути аюрведического гомеопатического лечения, и результаты были просто потрясающие. Поэтому я всегда приветствую такие моменты, тогда, когда классический врач не только повышает свой профессионализм в плане традиционной медицины, но и в том случае, когда он изучает еще и пути, и методы воздействия аюрведических препаратов в частности на организм человека. Что больше всего тормозит масштабное развитие аюрведы? Какие страхи есть как у пациентов, так и у врачей, которые не дают этому полноценно развиться? Я думаю, что тормозит недостаток информации и пропаганды аюрведического лечения, аюрведы как науки. Поэтому те люди, которые пытаются что-то узнать, они рано или поздно к этому приходят, и с этого пути они уже не сворачивают. Я хочу сказать, что многие, столкнувшись с аюрведой, они не расстаются с ней уже очень долгие годы и используют ее не только для лечения себя, а для лечения и своих знакомых, своих семей довольно успешно. Я сам такой человек, который живет аюрведой, когда ты начинаешь в нее погружаться, то ты видишь все именно через призму аюрведы. Ты видишь, какая погода, какая пища меняет в тебе доши, и как это влияет на свое сознание, на все. Среди наших зрителей есть как и давние поклонники аюрведы, так и люди, которые стоят в начале этого пути. Что бы вы пожелали людям, которые пока только сомневаются, ищут свой путь в обретение здорового жизни? Я хочу сказать следующее, что потенциал человеческого организма рассчитан на 150 лет, а возможно и больше. Поэтому очень хорошо, когда человек обращается к аюрведе, имея какую-то проблему. Но гораздо лучше, когда он узнает об аюрведе, еще не имея никаких проблем со здоровьем. Поскольку арсенал аюрведических препаратов очень большой, и каждый из этих препаратов привносит тот или иной плюс в поддержание и нормализацию, гармонизацию всех органов и систем. То есть человек создает в себе задел потенциал будущего здоровья на долгие годы, и молодости в том числе. Поэтому мне бы хотелось, чтобы масса наших покупателей и те люди, которые еще не знают, что такое аюрведа, немножко расширили и свой кругозор, и поняли, что это та панацея, я не боюсь этого слова, потому что я сама ее люблю, я сама ее принимаю и буду это делать постоянно, которая дает действительно задел для хорошего самочувствия, хорошего здоровья и, скажем, того позитива, который идет от самой аюрведы. Последний вопрос. С чего начать свое изучение в аюрведе? Если человек уже услышал слово аюрведа, значит, я считаю, что он на правильном пути. Дальше все будет зависеть от его стремления углубиться в эту науку. Дальше, поскольку наша медицина, традиционная медицина, она произошла от аюрведы, которой многие тысячи лет. То есть это та основа, от которой медицина начала развиваться. Поэтому будем двигаться к первоистокам и надеяться, что они приведут нас к тому долголетию, здоровью, к которому мы стремимся. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был очень интересный человек, врач высшей категории, специалист по аюрведе, Валентина Тинощук. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok